Катушки зажигания После того, как продули, снимаем разъемы. Разъемы снимаются очень просто. Нажимаем флажок, вот этот вниз, и оттягиваем разъем. В одну сторону. Ну и затем откручиваем катушки зажигания. Крепятся они у нас болтами в основном на 8 головкой. После того, как открутили все катушки, вытаскиваем их, потянув вверх. Бывает, они снимаются легко. Бывает, что снятие проднено, так как с завода садятся на мастику. Можно очень аккуратно поддеть отверточкой за угол, за выступ. Так же, чтобы ничего не повредив, не сломав. Лучше, конечно, всего, если они все-таки выйдут руками. Обязательно смотываем, чтобы они у нас были сухие, без воды, без масла. После того, как вытащили, желательно еще раз продуть колодцы. Затем свечной, либо свечным ключом трубчатым, либо длинной головкой на 16, диаметр 16 мм, откручиваем свечи. Они у нас должны сорваться с пугок. А дальше идти легко от рук. После того, как открутили, достаем свечи любым доступным способом. Мы используем вот такой инцет. На 16-клапанный двигатель 1.6 КА4М используют свечи вот с таким каталожным номером, оригинальным. Их особенность в том, что они одноконтактные. Делают их в Мексике. Устанавливаем новые свечи. Устанавливать свечи обязательно, перед установкой обязательно проверить электрод, хотя бы на наружные повреждения, так как свечи транспортируются без каких-либо защитных чехлов. Очень часто встречается, что контакты загнуты. Свечи опускать тоже в колодец желательно каким-нибудь инструментом, чтобы не бросать их с разгона. Также может уменьшиться у нас зазор. То есть опускаем аккуратно. И наживляем от рук полностью, пока не упрется. После того, как наживили от рук, затягиваем свечи. Если, ну, крайне редко бывает у кого динаметрический ключ, поэтому затягиваем новые свечи. Вот после того, как уперлись, до ворот делаем около 90 градусов. Так как нам необходимо, чтобы у нас обжалось уплотнительное кольцо. Затем устанавливаем катушки. Очень удобно сначала поставить болт, затем уже устанавливать катушку. И собираем все в обратном порядке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!